16 урок продолжаем. И мы сейчас с вами будем говорить о будущем времени. Час в шишве. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, и мы с вами начинаем. Начнем читать и переводить диалог. Подчеркнутые здесь слова, как вы видите, это глагол быть в форме будущего времени. Часовник быть. Мув, что слышать в праце? Мам, надеюсь, же все в порядке. Говори, что у тебя слышно на работе? Я надеюсь, что все в порядке. Ниц нового. Общепрашен. За тыжень будем делать в школе ремонт. Малывание, новые джеви, окна, реновация паркету. Ничего нового. А, извини, через неделю, за тыжень, через неделю мы будем, видим, что мы, всегда у глагола окончания мы, неважно, в будущем времени или в настоящем, мы будем делать в школе ремонт. Покраска, новые двери, окна, обновление паркета. А студенчи, где бэндомщи учить? Бэндзечи ходить с ними до пабу чи до парку? А студенты, где будут учиться? Вы будете ходить с ними в паб или в парк? Добрые питания, не вем. Бэндэ мущала запытать шефа. А, ютро бэндэ робич за студентами Андрейки. Веш цикл польской традиции. Бэндзеч могла пшисть? Хороший вопрос. Я не знаю. Буду должна спросить у шефа. Мне нужно будет спросить у шефа. А, завтра буду делать со студентами Андрейки. Знаешь, цикл польские традиции. Ты будешь, сможешь прийти? Бэндзеч могла? Ты сможешь прийти? Бэндэ хчауа. Али сама разумишь? Не знам дня, а не годины. Я бы хотела, хотела бы. Но сама понимаешь? Я не знаю ни дня, ни времени, ни часа. Итак, рассмотрим, какие формы принимает глагол быть в будущем времени. Час пшишлы. Будущее время. Ютро за тыджень. Завтра через день. Я читаю. Вы за мной повторяйте, пожалуйста, вслух. Я бэнде. Ты бэндзеш. Он, она, ону, пан, пани. Бэндзе. Мы бэндземы. Вы бэндзече. Они, оны, паньству, пани, панове, бэндом. Заучите, пожалуйста, формы глагола быть в будущем времени, а мы с вами посмотрим, как мы можем сделать будущее время. Есть два варианта. Первый вариант с помощью инфинитива. И второй вариант с помощью формы прошедшего времени. Давайте рассмотрим вначале, как мы делаем с помощью инфинитива. Бэнде. Бэндзеш. Бэндзе. Робич, например. Бэзокуличник. Инфинитив. Просто глагол в начальной форме. Я буду, ты будешь, он или она будет делать. Все как в русском языке. Множественное число. Бэндземы. Бэндзече. Бэнду. И также бэзокуличник. У нас идет инфинитив. Робич. Мы будем, вы будете, они будут делать. Здесь все похоже на русский язык. Но чаще всего в польском языке встречается вот такой вариант, когда мы будущее время делаем с помощью прошедшего времени. Что нам для этого надо? Мы можем сказать в единственном числе. Бэнде. Бэндзеш. Бэндзе. Я буду, ты будешь, он или она будет. Плюс форма прошлого времени. Третье особое, единственное число. То есть робил, робила. Вот нам нужна вот эта часть глаголов прошедшего времени. Делал, писал, читал, ходил, был. Делала, читала, писала, ходила, видела, считала. Все, что угодно. И мы ставим после, например, глагола. Вот сюда вернемся. Бэнде робил. Я буду делать. Просто робил. Это он делал. Но бэнде робил. Я буду делать. Бэндзеш робила. Ты будешь делать. Девушки. Бэнде робил. Он будет делать. Во множественном числе нам нужны вот эти две формы прошедшего времени глаголов. Ли окончание и уы окончание. И мы скажем. Бэнде мы бэнде че бэндом робили или робилы, если у нас форма он и без мужчин. Бэнде мы читали. Мы будем читать. Бэнде че писалы. Вы будете писать. Давайте пойдем к упражнениям и потренируемся, чтобы было более понятно. Итак, че печенье номер два. Здесь нам нужно вставить правильную форму глагола быть в будущем времени. То есть пока вот с этой табличкой работаем. Итак. Он не бэнде тего толеровач. Он не будет этого терпеть. Он овенс бэнде. Вот у нас подсказочка. Смотрим. Мы. А ведь с бэнджемы. Мы бэнджемы там напэвно. А вы. Мы будем там наверняка. А вы. Они. А ведь с бэндом. Они бэндом працовачь разы. Они будут работать вместе. Я. Я ведь не бэнде. Бэнде не бэнде. Я не бэнде мяуа часу. Может ты. Я не буду иметь времени. Может быть ты. И здесь мы можем двумя вариантами сказать. Я не бэнде мяч часу. Я не бэнде мяуа часу. Чаще вот такой вариант используется с помощью прошедшего времени. То есть вот эта форма нам надо. Чы бэнджеш огляндач тэн фильм. Ты. А ведь с бэнджеш. Чы бэнджеш огляндач тэн фильм. Ты будешь смотреть этот фильм. Как бы мы могли сказать по-другому. Чы бэнджеш огляндаў тэн фильм. Вот сюда посмотрели бы мы. Чы бэнджеш огляндач. Чы бэнджеш огляндаў тэн фильм. Оно бендже чекать на вас только 10 минут. Она будет ждать вас только 10 минут. Оно, а венц бендже. В галерии ханглёвы, в торговом центре она вас будет ждать. Оно бендже ядло террас чепотэ. Оно, имеется в виду дзетско, ребёнок будет кушать сейчас или потом. Бендже ядло. Вот сюда смотрим. Также мы могли бы сказать. Оно бендже ещь террас чепотэ. Так тоже? Верно. Вы будете писать, а они будут читать. Хорошо. И в упражнении номер 3 сказано, что Патриция будет иметь ребёнка. Что она будет делать в это время и что она не будет делать в то время, когда у неё появится ребёнок. Патриция бендже меч мало часу. Но так, бендже меч мало часу. Патриция бендже че не бендже долго спать? Не, не бендже долго спать. Она не будет долго спать. Патриция не бендже танчич на дискотэце. Она не будет танцевать на дискотеке. Патриция бендже вставать в чечне рано. Она будет вставать рано утром. Она бендже працовачь в дому. Так. Она бендже спать в парку. Так. Она будет прогуливаться в парке с ребёнком, с коляской. Она бендже спотыкача с колежанками. Может так, может нет. Может быть да, может быть нет. Ну, наверняка это будет реже уже. Она бендже ходишь на импрезы. Не, она не бендже ходишь на импрезы. Она не будет ходить на вечеринке какое-то время точно. Она не бендже пить вино. Она бендже бавить с детским. Она будет играться с ребёнком. Итак, мы можем сказать «когда». Мы можем сказать не только, что я буду, например, делать домашние задания. Я буду учить польский или что-то ещё. Но также можем сказать, что я буду делать это через неделю, через месяц, через год, через несколько месяцев, через несколько дней, через несколько недель. Или я буду это делать в следующем году, в следующем месяце, в следующей неделе, завтра, послезавтра. Завтра – утро, послезавтра – поютше. Я буду делать, например, что-то через неделю, через месяц, через год, через полгода. Если у нас есть цифры 2, 3, 4 и числа, которые заканчиваются на 2, 3, 4, например, 183 месяца, допустим, 22 недели, 34 и так далее, кроме цифр 12, 13, 14, мы говорим за 2 дни, за 3 тыгодни, за 4 месяца, за 2 лата, дни тыгодни, месяца, лата. Если все остальные цифры у нас, кроме 2, 3, 4, мы говорим за 5 дни, дни у нас остаются без изменений, за 6 тыгодни, через 6 недель, за 7 мещенцы, через 7 месяцев, за 5 лет, через 5 лет. Обратите внимание, слово мещенцы и мещенцы поменялось не только окончание «э» на «ы», но также «аз огонким» поменялось на «эз огонким». Также мы можем сказать в следующем году, в следующем месяце, на следующей неделе, мы скажем «в пшишвым тыгодню», то есть в будущей неделе, на будущей неделе, в пшишвым мещенцу, в будущем месяце, в пшишвым року, в будущем году или в наступном мещенцу, например, в наступающем месяце. Итак, давайте сделаем упражнение номер 4, что подходит, нам нужно выбрать, собственно, уже подчеркнуто выбрато, прочтем. Выбрано за 2 лата, через 2 года, поютше, одним словом, поютше, послезавтра, вот оно у нас, за 6 месяцев, через 6 месяцев, в пшишвым мещенцу, в будущем месяце, за 22 лата, через 22 года, за поуроку, через полгода, вот у нас написано, в пшишвым року, в будущем году, за 2 мещенце, видим, 2, 3, 4 мещенце, через 2 месяца, за 44 годни, через 40 недель, за 100 лат, через 100 лат. Есть глаголы, которые в будущем времени, в польском языке, образуются только с помощью прошедшего времени. Вот эти глаголы. То есть мы не можем, давайте вернемся, сказать их с помощью инфинитива, только с помощью прошедшего времени. Давайте прочтем. Бэнде, бэнджиш, бэнджи. Мугл, могла. Мужской род и женский род. Хчау, хчала. Бэнджи, мушал, бэнджи, мушала. Бэнде, мушал, бэнджи, мушала. Бэнджиш, мушал, бэнджиш, мушала. То есть я буду мочь, ты будешь мочь. Ты сможешь или я смогу, или он, она сможет. То же самое с глаголом хотеть. Я, ты, он или она захочет, то есть будет хотеть и будет должным. Множественное число. Бэнджемы, бэнджечи, бэндом. И мы скажем бэнджемы могли, бэнджечи моглы. Бэндом хчели, бэнджемы хчауи. Бэнджемы мушели, бэндом мушауи. Здесь у нас лично мужская форма, когда есть хотя бы один мужчина. И здесь у нас не лично мужская форма, форма он и без мужчин. Вот эти три глагола мы запоминаем и будущее время строим только с помощью прошедшего время. Итак, выполнение упражнений номер пять. Как раз здесь у нас эти глаголы. Потренируемся. Анна, Анна, то она, то есть бэнджи, и смотрим вот сюда, вот эту форму. Анна, бэнджи, мущауа, запыточь шефа. Анна будет должна спросить шефа. Студенчи, то они, вот сюда смотрим. Студенчи не бэндом могли мечь лекции в школе. Студенты не будут мочь иметь уроки в школе. То есть они не смогут иметь уроки в школе. Анна, то она, значит, куда мы смотрим, вот сюда. Анна бэнджи хчауа заорганизовач файном импрезы. Анна, Анна будет хотеть организовать классную вечеринку. Анна, Анна не бэнджи, Анна, то теж она, ведь смотрим сюда же, под шимой ту. Анна, Анна не бэнджи могла пшисть. Анна не будет в состоянии прийти. То есть она не сможет прийти. Томэк и Ивона, то они, потому что есть мужчина Томэк, смотрим сюда. Томэк и Ивона теж не бэндом могли пшисть. Томэк и Ивона также не смогут прийти. Не будут в состоянии, не будут мочь прийти. Сильвия, то она, сюда смотрим. Сильвия бэнджи хчауа поехать додому. Сильвия будет хотеть поехать домой. Доминика бэнджи мущауа застать в дому. Доминика будет, должна остаться дома. Рышард, то он, смотрим сюда. Рышард бэнджи мущау зъесть шыстко сам. Ричард будет должен скушать все сам. Часть Д. Помню, мы читали не так давно, пару минут назад, диалог, где одна подруга вторую приглашала на анджейки. Давайте прочтем, что же это такое. Анджейки сон обходзоны двуде стего джевентего листупада. 29 октября они празднуются. Та ночь завше была барду специально, магично. Эта ночь всегда была очень особенная, магическая. Девчины, которые не мялы менджа, чили панны, вружили цо бэнджи в настэнтном руку. Девушки, которые не имели мужа или незамужние девушки, гадали, что будет в следующем году. Вружич, то значы мувич цо бэнджи, а мувич могут карты тарот хороскоп. Вружич, гадать, это значит говорить, что будет, а говорить могут карты таро, гороскоп. Тэ вружбы, звыклэ мялы характер матрымоняльны, кеды панны выйдон замуж. Эти варажбы, эти гаданья всегда имели такой характер, очень такой тайны, то есть узнавали, когда же незамужние девушки выйдут замуж. Як то зробич, как это сделать? Прошэ купич нормальнае бялы швеце. Нужно купить обычные белы свечи. Дачье догарнка и готолыч. Положить их в кастрюльку и варить. Та масса, то воск. То есть вот эта масса, это воск расплавится. Настэмпне прошэ ляч воск пшэс ключ до жимной воды. Дальше нужно лить воск через ключ в холодную воду. Твардом массэ бежэмы до рэнки и огландамы чэнь ей формы на щане. Твёрдую массу, застывшую от холодной воды, берём в руки и смотрим. Тень от формы на стене. Важна есть фантазия. Важна здесь фантазия. То бэнди, что будет? Никт неве, никто не знает. Маш смока, у тебя получился дракон. Может бэнди шмешкачь в Кракове? Может быть ты будешь жить в Кракове? И переходим к следующему упражнению. Дище вружом вшисты. Сегодня говорят все. То они бэндом робить вшишевым року. Что они будут делать в будущем году? И вот погадали наши участники. И видим по теням, что же они будут делать. Давайте прочтём. Том бэнджи подружёвал. Том будет путешествовать. Мы можем сказать двумя вариантами. С помощью инфинитива. Том бэнджи подружёвач или Том бэнджи подружёвал. Будет и та, и та форма правильно. Он будет путешествовать. Просто Том подружёвал – это прошедшее время. Том путешествовал. Но если мы видим, что появляется глагол «быть в будущем времени», Том бэнджи подружёвал, значит, мы себе… Ага, и речь идёт о будущем времени. Будет путешествовать. Анжела бэнджи робила закупы. Анжела будет делать покупки. Или же второй вариант правильный. Анжела бэнджи робить закупы. Хавьер бэнджи играл концерты. Хавьер будет играть концерты. Научичелька бэнджи управяла спорт. Учительница будет заниматься спортом. Управячь спорт – заниматься спортом. Также мы можем сказать «научичелька бэнджи управячь спорт». Тоже верный вариант. Анна бэнджи працовач. Чили Анна бэнджи працавала. Анна будет работать. Увэ бэнджи зведзачь парыж. Или увэ бэнджи зведзал парыж. Увэ посетит или будет посещать Париж. Патриция – бенжи-меч детскую. Патрицией будет ребёнок. Потренируйтесь, пожалуйста, ещё самостоятельно. А мы переходим к последней части в учебнике. Повтужение, повторение. Здесь у нас кроссфорд. В серединке у нас будет золото, ещень, золотая осень или же бабье лето. Итак, что у нас здесь нарисовано? Бужа, буря, гроза. Здесь у нас мгуа, туман. Здесь у нас что? Хводно, прохладно. Жимно – это холодно. Дальше, другий месяц року. Повторим, второй месяц года – это лютый, то лютый, февраль. Здесь у нас что нарисовано? Вятер. Дует, веет, ветер. Солнце, номер 11 – солнце. Пёнтый месяц року – пятый месяц года, то май. Шустый месяц року – шестой месяц года, червец. Июнь. Девятый месяц року – девятый месяц года, вжечьень, сентябрь. Зеленая пора року – зеленая пора года, то весна. Это весна. Усмый месяц року – восьмой месяц года, то черпень, август. И обратите внимание, о чем, напоминаю, мы произносим мягко, усмый, твёрдый, буковка у у нас появляется, восьмой месяц. Вспомните, пожалуйста, все названия месяцев, пор года. Мы с вами уже вскоре услышимся. Но домашнее задание. Пожалуйста, посмотрите ещё раз, как мы образовываем будущее время. Три глагола, которые в будущем времени только с помощью прошедшего времени. Табличку посмотрите ещё раз, как сказать, через неделю, месяц, через год, через полгода, через 2-3-4 недели, месяца и через все остальные цифры. Потренируйтесь, пожалуйста, почитайте ещё раз слух, все предложения. Выучите, как изменяется глагол «быть» в будущем времени. Выучите все формы. И также запоминаю, что можно с помощью безоколечника, то есть с помощью инфинитива строить будущее время. Но чаще всего используется будущее время на основе прошедшего времени.